Добрый день. Мы сегодня будем говорить не о политике и даже не совсем о юстиции. Мы будем говорить об инновациях. И я прочитал в новостях, что вы недавно открыли такую услугу, как онлайн дом юстиции. Что это такое? Можете о нем рассказать? Зачем оно нужно? Онлайн дом юстиции – это идея, с которой я пришел сразу в управление юстиции города Киева. И она поляга в том, чтобы полностью сделать такую систему, когда гражданам, мешканцям Киева, Украины, взагалі не нужно будет ходить до нас, представникам влади, а можно будет все услуги отримать в онлайн-режиме. Для этого и задумался онлайн-будинок юстиции. И это, фактически, уже наступный крок до существующих способов надания услуг, когда люди приходят, отримывают документы с початками, на бланку. А наша идея поляга в том, чтобы можно было онлайн замовывать документы, заповнить простую реестрационную форму, даже не нужно завантаживать копии документов, а просто отримать документы, один раз прийти в соответствующую установку юстиции, або взагалі отримать ее поштою. Это наша философия. В будущем плануется, чтобы через электронный цифровый подпис украинцы могли отримать все курьерской доставкой або поштою в таком режиме. Интересно. А где-то еще в мире такие системы установлены? Нет. Это, можно сказать, что украинская инновация. Как мы знаем, Министерство юстиции есть сейчас проведником реформ, и уже давно переведены все послуги, максимальная количество послуг в электронный режим. Все реестри максимально открыты для использования гражданами. И мы идем этими же стопами. И, фактически, запропонували новую идеологию, когда онлайн-будинок юстиции станет тем инструментом, который поможет використи коррупцию, зловживание. И сейчас мы позиционируем онлайн-будинок юстиции как народную платформу, то есть еще есть время для каждого украинца высловить свои желания и уважение, что до того, какие послуги еще можно додать до онлайн-будинка юстиции. Мы их вверхуем, и потом они будут повноценно функционировать. Ну хорошо, давайте тогда разберемся, как это работает с позиции сначала простого гражданин. Что ему нужно делать, чтобы получить какую-нибудь справку, которая ему нужна? Сейчас на онлайн-будинку юстиции мы запустили три послуги. Первая послуга, которая показывает, что она очень требована, это восстановление документов в сфере регистрации актов цивильного стану, которые втратили граждане. Например, вы кралися доступ про народжение, або загубилися доступ про шлюб и другие документы. На сайте онлайн-будинка юстиции обею.орг.юа можно зайти и заповнить очень простую заявку, буквально прозвища, имя, имейл, и визначити РАЦ, где можно забрати этот готовый документ. Мы через свои регистры, до которых имеют доступ співработники РАЦ, проверяемо, что такая людина есть, она мает право отримать дублікат документа. Мы готовим уже этот документ, и человек приходит у визначенный час, зазвичай это буквально наступный день, або через день, и забирает готовый документ. Таким чином буквально за пару дней можно восстановить документ, и для этого нужно пройти только один раз в органы юстиции. До этого нужно было три раза отстоять в червах, для того, чтобы отримать документ. Зараз без черги прийшов на встановленный час и забрав документ. Это первая послуга. Другая послуга, она будет цікава для громадских активистов, потому что мы запровадили зараз реестрацию в онлайн режиме громадских организаций. Фактично, с нашим специалистом можно будет просто в онлайн режиме отработать все статутные документы. Не нужно будет по 100 разів бежать и переработать их, а в онлайн режиме подать документы, враховать все зауважения и прийти так же отримать готовые документы. И третья важливая инновация – это социальный лифт. Как я пришел по открытому конкурсу, так само сейчас в органы юстиции города Киева все выбираются по открытым конкурсам. Мы открыто размещаем свои вакансии, и можно так же подать свое резюме. Поэтому я приглашаю всех, кто желает, кто имеет соответствующую квалификацию, до нас на работу в органы юстиции. Интересно. Ну а как эта система поможет бороться все-таки с коррупцией? Ранее, для того, чтобы отримать деякие доведки, граждане использовали послугами посередников, для того, чтобы записаться в рации, навіть в чергу. Потому что, когда люди приходят и бачат велику чергу, виникает бажание, каким чином можно десь заплатить кому-то, чтобы это швидше пройти. Сейчас эта электронная черга, она делает возможным то, что человек знает, что она пройде, например, на 11 часов, за 15 часов и выдают документы. Наступный приходит на 11.30. И, больше того, мы сейчас скрозь в рациях города Киева разместили оголошение и агитуемо людей максимально онлайн записываться, а не стоять в живых чергах. Потому что в живых чергах это нужно прийти зранку, занять чергу, отстоять, потратить час. А так в онлайн режиме записался, пришел, отримал документ, и никаких проблем не было. И это работает реально. То есть эта услуга будет бесплатная для всех киевлян. Они могут пользоваться этим сайтом, так? А вот вы сказали, что можно получить документы по почте. А как это реализовано? Первое вопрос, с приводу масштаба проекта. Сейчас он работает на уровне Киева, но мы уже разработаем функционал, и протягом 1-1,5 месяца он станет всеукраинским. Мы просто додаем рации в областных центрах Украины, и так же отделы легализации в областных центрах. И можно так же будет там подавать заявки. Ось. И это расширит географию проекта. Онлайн-будинка юстиции. То есть система будет отслеживать, с какого адреса отправляется это заявление на получение какой-то справки? Сейчас в Украине начали діяти принцип экстериториальности. Это когда, независимо от того, где ты зареєстрованный, можно подать документы, где тебе нравится. И это очень удобно для людей, потому что фактически у нас сейчас могут быть люди с пропиской, с реестрацией из другого места, но они могут вернуться в органы реестрации в Киеве, и там отримать документы. Таким образом мы так же сделали нас, представители влады, ближче до людей. Не нужно до себя в регион ехать, и там отримать документы. Можно все в Киеве это сделать. То есть и получается приходить уже в киевские отделения и там получать? Так. Хорошо, интересно. Но электронный режим, он как бы добавляет немножко анонимности в пользование? Или это услуга, возможно, только для тех, кто уже появлялся и регистрировался в этом месте? Все данные про граждан Украины сейчас переведены в электронные реестри. Тобто народжение людей, шлюб, разорвание шлюбу, реестрация смерти. Мы все эти реестри уже перевели в электронный режим, и у нас на каждую людину есть информация необходимая. Тобто співробитник РАЦ, когда он отримает заявку от человека на восстановление документов, например, он открывает соответствующий рядок в реестри, и видит полностью всю информацию про человека. То есть, за последние несколько лет наши специалисты ввели все данные в электронный формат, и, фактически, по первому, мы уже сейчас не используемся. Это просто, когда отходит запит, наш співробитник, который авторизированный, заходить в захищенную базу, переверяет информацию, и ведет дуплікат документов для человека. Фактически, мы доверяем человеку до момента приходя в РАЦ. Она подала заявку, мы видим, что такая людина есть с такой адресом, с таким местом реестрации, готовим для нее документ, и она приходит, показывает нам паспорт. Если мы видим, что все совпадает, мы сразу ей документ выдаем. Поэтому нет паперовой тяганины, и это не забирает много времени. Интересно. А какие услуги будут в дальнейшем? Мы планируем протягом года и следующих лет запустить до 20 сервисов Минюсту через онлайн-будинок юстиции, и это даст возможность отримать близко 150 документов через онлайн-будинок юстиции. Зокрема, все исходящие электронные сервисы Минюстерства юстиции в будущем, они планируются для переведения в онлайн-будинок юстиции. Зокрема, мы планируем в співпрацах с іншими органами влади выдачу про святоство про народжение онлайн, нарахование так само матери и допомоги на дитину. Идеальная ситуация, я бачу, такая, когда молодая мама народила, и через три дни вийшла с полового будинка уже с видосом про народжение, с зареєстрованою дитиною, и с первой допомогой на картке. Зараз эта процедура доходить до трех месяцев и потребует постельного ходения по різным органам влади. Наступное, это в сфере виконавчої службы, например, мы планируем дать возможность громадянам переверить, чи они боржники. Потому что есть такие банальные ситуации, когда, например, человек летит за кордон, и буквально уже на митном контроле виявляється, что у нее накладено арешт на ее майно. И все, квитки згорають, путевка згорає, и человек в незручной ситуации. А так можно будет из дома переверить, чи випадково нема каких-то заборгованостей, и как-то оперативно реагировать на это. Поэтому мы максимально робим онлайн-будинок юстиции таким, чтобы он был потребен человеку каждый день буквально. То есть, бывает, что нужно платить штраф, бывает, что втрачаются документы людиною, навпаки, народжуется дитина, сведоство про народжение отримать, подать заявку и зарееструвать шлюб онлайн. Ці речи станут можливыми в ближчий час. И для этого мы будем использовать электронный цифровый подпис, который, в принципе, уже сейчас есть в Украине, и для этого есть законодательные подставки. Но громадяни еще не очень активно ним користуются, а мы будем пропаговать его. Таким чином онлайн-будинок юстиции станет супутником людини протягом життя. Что это за электронная подпись? Вот я тоже первый раз слышу, и, оказывается, мало людей пользуется. Расскажите о нем. Электронный цифровый подпис – это такой защищенный криптографический подпис, который находится на электронном носе, например, на флешке. И в нем зашифрована вся информация, необходимая про людину. Призвища мебатьковой, место народжения, остальные, например, операции, если это касается податковой службы. И сейчас электронным цифровым подписом им используются переважно субъекти підприемництвою деятельности, тобто бізнесмени невеликі, и государственные службовцы. И таким чином реол его использование достаточно невеликой. А благодаря нашим послугам в сфере юстиции мы покажем, что электронный цифровый подпис потребен будет в повсякденных життєвых ситуациях. Это значительно спросит життя люди, и не нужно будет отстоювать черги. Но мы смотрим еще дальше. И следующим кроком мы видим, это возможность идентификации человека через банк-ид и мобайл-ид. Банк-ид это через карту в банке, а мобайл-ид это просто, когда на своем смартфоне можно отбиток пальца поставить и идентифицировать себя. Під это требуют законодательные и над этим мы сейчас работаем. Это трехи далее наступные кроки уже будут. А как простому человеку зарегистрировать свою электронную подписку или что-то там вроде? Это же где-то на сайте? Сейчас электронный цифровый подпис выдаётся в податковый за местом проживания человека або можно пойти в специальные авторизированные центры. Ихния адреса месяца на сайте Министерства юстиции Украины. И моя идея поляга в том, что это должен быть максимально близко до человека. То есть сейчас развиваются центры создания административных послуг при районных администрациях. Я считаю, что люди могли бы и там отримать электронный цифровый подписку, чтобы можно было максимально близко от дома выбраться для себя або податкового, або центра создания административных послуг и другие субъекты, чтобы человеку было максимально удобно. То есть я так понимаю, в дальнейшем вы видите вообще полное ограничение контакта человека и государственного аппарата напрямик. То есть это только как электронное управление, да? Так. Идеальная ситуация выглядит таким образом, что человек, будучи дома на работе в Соединенных Штатах, или в Азии, или в Европе, замовляет себе документ, авторизируется через электронный цифровый подпис, а в будущем Bank ID, Mobile ID, визначает, как ей доставляются документы. И, например, международными доставками доставляется и в любую точку света, или по Украине с удобным оператором, и ты вообще никуда никогда не выходишь, и все максимально удобно. Такая должна быть идеальная ситуация. Но за доставку все-таки человек сам платит. Ну, за удобность надо платить иногда. Можно идти в чергу, стоять и дальше. Но я за то, чтобы максимально проводить в онлайн все. Ну, в принципе, так тоже неплохо. А вот чтобы вообще от бумажных документов отказаться, как-то возможно? Вот, смотрите, сейчас Министерство юстиции перевело следовательство про право власти в электронный режим. С 1 сечня уже немає паперця з печаткою, а просто інформація про власність людини, вона є рядком в реєстрі. Таким чином ми можемо перевести в майбутньому всі паперові носії просто в реєстр. Ці реєстри будуть захищені. І при тому зараз навіть світова спільнота визнає, що в нас наші IT-спеціалісти потужні такі, що вони можуть нормальний захист реєстрів створювати. І цьому немає загрози някої. І відповідно, між органами влади може відбуватися просто обмін даними реєстру. І не буде необхідності людині брати довідку в одному органі, нести в інший. Тому що той орган, який хоче знати інформацію про людину, він зайшов в реєстр іншого органа і подивився. І таким чином відпадає необхідність в паперовому документі із початкою. Наші двість це в тому, щоб менше паперу, більше онлайну. Інтересно. А що об цьому думають самі сотрудники Міністерства юстиції? За останні два роки, коли реформується Міністерство юстиції, вони вже звикли, що постійно відбуваються зміни. І іншого шляху назад немає. Наприклад, провели недавно болючу реформу всі районні управління юстиції, болючу для системи юстиції, всі районні управління юстиції були ліквідовані. Але разом з тим, на основі них, але в меншій кількості, зараз створені Бюро правової допомоги. Вони запустяться з вересня і їхня функція буде максимально корисна для людей. Це можна буде прийти і отримати туди правову допомогу, тобто консультацію адвоката. Можна буде отримати державного адвоката, ті хто мають на це право. І можна буде скористатися онлайн-сервісами там. Тобто ті люди, які з інтернетом погано працюють, старшого покоління, наприклад, вони можуть прийти в Бюро правової допомоги, де будуть зручні можливості, нормальний вигляд, зустрінуть там консультанти і зможуть допомогти онлайн-сервісами скористатися. Тому ті співробітники нашого управління, які, звичайно, не можуть налаштуватися на нову хвилю реформ, ми з такими змушені прощатися. І для того ми проводимо постійно відкриті конкурси для того, щоб залучати молодих, перспективних, амбітних і постарших, але тих, які хочуть щось змінювати в цій державі. І таким чином ми оновлюємо систему юстиції. Ну, взагалі, в цілому, кількість співробітників сокращається в Міністерстві юстиції, так? Так. В Міністерстві юстиції ще два роки тому налічувало більше 20 тисяч співробітників, відбувалось поступове скорочення, зараз 13 тисяч. І взагалі, позиція міністра полягає в тому, щоб зробити Мін'юст максимально компактним. Чим менше чиновників, тим краще. Ну так, тим менше корупції, менше бумаг. Добре. Ми до цього спокійно ставимося, тому що я, наприклад, прийшов з громадського сектору, і я спокійно, коли виконую тут свою місію, я спокійно далі піду займатися іншими справами так само. Тому що ми зараз запустили онлайн будинок юстиції. Крім того, ми розробили систему, називається вона Lingua Skills. Ми зараз почали навчати всіх наших співробітників в англійській мові. І крім того, це не тільки співробітники юстиції можуть долучитися. Ми й інші органи влади запрошуємо, можна на сайті зареєструватися. І ми таким чином допомагаємо нашим держслужбовцям ставати більш прогресивними. А крім того, є зараз вимога часу і вимога держави. Є визнаний рік 2016 роком англійської мови. Скоро всі держслужбовці повинні пройти атестацію на знання англійської мови. І ми їм цьому допомагаємо. Тому, мабуть, в перспективі, я думаю, на ближчі 5 років ми будемо мати маленьку не армію, а вже тільки роту держслужбовців з знанням англійської мови, з нормальними зарплатами і при цьому дружнями до людьми, які з посмішкою будуть людей зустрічати. Це так має бути. Все як в Європі. Тому ще Європа буде у нас вчитися, як такі системи створити. Я думаю, що такий проєкт, як онлайн будинок юстиції, він взагалі може стати заразком, тому що якщо для когось, наприклад, це грузинські будинки юстиції, то ми пішли ще далі. Ми пропонуємо взагалі не ходити нікуди, а онлайн отримувати документи. Ну, цікаво. Що ж, пожелаємо тоді удачі нашому Міністерству юстиції Станиславу Куценко. А ви залишайтеся у нас на ефірі. Дякую. Дякую.